Всем привет! Помните, одно время на моем канале была распространена такая рубрика, как, повторяю, макияж диснеевских принцесс? А потом этой рубрики почему-то не стало. Если вы спросите меня почему-то, я скажу вам, что я не знаю, и это будет честный ответ, и лучше ответить честно, чем никак. В общем, к чему я все вам это только что рассказала и взорвала, наверное, вам мозг просто с самого начала? К тому, что эта рубрика будет продолжаться. И продолжить эту рубрику, так сказать, сезон номер два, попытка номер два, почему-то я на руках показываю четыре, начинается именно с этого видео, потому что сегодня произошло нечто необычное. В общем, я не знаю, как вы, а я очень люблю мультик «Холодное сердце», ака, «Frozen». И в преддверии выхода второго фильма я, в общем-то, зашла в детский магазин и увидела там, ах, вот это вот! Это чемодан с «Frozen». И если вы опять-таки зададите мне сейчас вопрос, а нафига я показываю вам чемодан с холодным сердцем прямо сейчас, то я вам отвечу, что чемоданчик-то непростой. Набор детской косметики «Frozen». Пожалуйста, не надо писать мне сообщение, когда я снимаю видео. Знаете, что я хотела вам сказать до того, как мне написали сообщение и так гневно нас перервали? Первая мысль, которая у нас в голове – сколько я могла заплатить за этот чемодан с косметосом? Шесть тысяч рублей. Почти семь. Поэтому, если эта косметика не окажется супер-мега-вау, ну, я даже не знаю, я воспользуюсь магией холода. Да. Ставь лайк. Ну, или ставь дизлайк, если ты считаешь, что это какой-то бред, но лучше все-таки поставить лайк, потому что лайк – это залог твоего хорошего настроения, моего хорошего настроения и вообще лайк. Кстати, какой у вас самый любимый мультфильм из Диснея? Напишите мне, пожалуйста. И также напишите, какую следующую принцессу Диснея мне повторить на уже нормальной косметикой. И есть ли смысл делать видео номер два с Эльзой, потому что одно видео я уже делала как раз-таки в том году. Я на него ссылку вам вставлю в описании и сам в конце видео я вам несколько отрезков покажу. Короче, погнали. Давайте вообще посмотрим, что есть в этом наборе. Как раз в руку мне сейчас упали вот такие вот глиттеры. Я так понимаю, что это наклейки с блестяшками, которые можно лепить себе на лицо. Что ж, прикольно. Этим и воспользуемся. Далее вот такие вот две заколочки, которыми можно убрать волосы. И, кстати, сейчас я попробую. Правда, я не уверена, что вот эта вот маленькая заколочка выдержит мои волосы, которых, в принципе, не настолько много, но тем не менее. Давайте проверим, пользуясь случаем. Так, ну ладно, в один ряд она их выдержит, а вот если второй уже сделать, то все точно развалится. Поэтому оставим пока так. Ну и вторая заколочка выглядит точно так же, только улыбая. Дальше есть две вот такие вот палетки в форме снежинок. Одна палетка здесь находится у нас румяна и блески для губ. Во второй палетке находятся тени и тени, и румяна тоже. Так что очень прикольно. Сейчас будем пробовать. Надеюсь, получится сделать макияж. Потому что сегодня я хочу сделать макияж, как у Эльзы, при помощи детской косметики. И посмотреть, что вообще ребенок может себе нарисовать на лице. Потому что, согласитесь, если ребенку покупают косметику Frozen, и если он сам просит об этом, а не потому что это внезапный подарок, то, скорее всего, ребенок рассчитывает стать Эльзой. Что ж, посмотрим, насколько у меня получится сегодня стать Эльзой при помощи косметики Frozen. Дальше здесь были два вот таких вот лака для ногтей. И я, конечно же, тоже очень хочу их проверить, но у меня уже накрашены ногти, поэтому как бы нам их проверить-то? Давид! Давид! Давидка! Давид! Подождите, я вернусь. Если ты не понимаешь, что происходит, то я буду делать тебе маникюр сейчас. В общем, такой я себе мастер маникюра. Так, давай мы сделаем тебе креативный маникюр. Один у тебя будет такой, второй будет такой. Как все твои ноготочки? Я надеюсь, это можно смыть, да, сразу же? Нет, тебе так придется походить. Как раз по делам поедешь. Опа, какой маникюр-то у нас получается. Очень-очень игривые пальчики у тебя. Ну что ж, как тебе отзыв-то свой дай? Пять из пяти. Даже пять пальцев. Что ж, мы предположим, что лак так и работает. Поехали дальше. Сейчас я буду делать макияж. Я начну делать макияж с того, что нанесу тени. И я сходу сталкиваюсь с проблемой. Почему с проблемой, скажете вы? Да блин, почему я сегодня употребляю эту фразу, заразилась где-то? Короче, я буду делать макияж Эльзы. А как вы знаете, Эльза выглядит так. И макияж у меня достаточно яркий, достаточно сиреневый. А что вижу я? Я вижу, что у меня такого цвета даже в этой палетке нет. Вот как делать макияж Эльзы, когда у тебя единственный сиреневый цвет, это вот этот вот. Будем делать экспериментальную Эльзу. Что поделать? Волосы у меня сегодня тоже не как у Эльзы. А вот лучше бы были как у Эльзы. И таки, пробуем с вами. Как вы понимаете, тон я не буду наносить, потому что не предусматривается. Но туши я в конце нанесу, потому что без туши я думаю, что это будет не макияж. Итак, я беру вот этот вот единственный сиреневый цвет. Беру, между прочим, профессиональную кистью. И наношу его на моё веко. Знаете, помните, я делала обзор на косметику, просто детскую косметику, по-моему, я в Германии её покупала. Она пахла, как мне тогда показалось, аспирином. Вот эта косметика пахнет тухлятиной. За 7 тысяч ты покупаешь тухлую косметику. Вообще цвет-то есть? А, конечно, цвет есть. Цвета так много. У-у-у, много как цвета. Ладно, давайте смешаем вот этот голубой, думаю, он будет поментирован с этим сиреневым. И что-нибудь намешаем прямо вот так вот в палитре и перенесём на глаз. Попробуем. В крайнем случае, буду делать макияж чем-то мокрым. Понятно. Где мой фиксатор? Где моя мокрая кисть-спонж? Просто используем профессиональный фиксатор для макияжа, смачиваем им кисть в надежде на то, что теперь, когда кисть станет мокрая, мы сможем перенести некоторый пигмент на глаза. Продолжаем махинации в надежде на то, что мы сможем стать Эльзой. Потому что, будь я ребёнком, я бы хотела быть Эльза от этого набора. Ну, будет немножко синяя Эльза. Что поделать? Да, ребята. Это просто не Эльза. Это девочка, которая идёт на конкурс красоты для детей в Америке. Потому что выглядит это именно так. У меня, ребятки, фингал. Хотя бы стал сиреневый виден. Так, попробую взять палец и, например, светлые тени нанести на центр. Опа, светлые-то внезапно неплохо выглядят. Будет у нас такая Эльза с Кат Крисом, знаете, с модной техникой. Хочешь добавить нечто розовое, но розовое настолько румяно, поэтому вариантов мне не оставляют. Ну, так вот прям поверху розовыми румянами. Но нет. Ещё раз светлые, чтобы типа такой у нас блик появился. И растушевываю. Ну, знаете, несмотря на все эти танцы с бублями лютые, всё-таки что-то получается. И это вроде как даже не настолько-то и плохо выглядит. Видите, ярко и даже, лол, растушевка какая-то есть. Очень прикольно. Так, а теперь я себе возьму прям вот этот вот светлый-розовый цвет и попробую реально сделать растушевку по границе. Получится? Ха, реально получается! Реально получается делать растушевку по нижней границе. Что это, если не ледяная магия королевы? Что ж, второй глаз поехали. Беру сиреневый, смешиваю с голубым, как изначально, и крашу второй глаз. Ну что, какой можно вынести вердикт? Внезапно это не настолько плохо, насколько могло бы быть плохо, поэтому я даже поставлю этим сням лайк. Конечно, если ребенок не освоил технику смешения цветов, и если у него нет профессионального фиксатора для макияжа, вряд ли у него получится оттенок близкий к этому. Но, тем не менее, все-таки палетка имеет какой-то намек даже на жизнь. Хотя мне бы реально хотелось больше здесь видеть цветов, которые именно присущи фроузен-героиням. Давайте с вами поедем дальше. Сейчас хочу, правда, быстро накрасить ресницы, чтобы выглядело как-то поинтереснее и больше похоже на Эльзу, и я к вам вернусь. И мы дальше будем с вами тестировать румяна, а потом на эти румяна налепим, как будто у нас веснушки из бриллиантов. Бриллианты. Дорого. Богато. Ну, просто Эльза на минималках получилась. Хочу добавить еще вот этого вот самого темного цвета, и сделать как будто бы подводку у нас есть, потому что у Эльзы она имеется. Но совершенно не уверена, что хоть что-то для того выйдет, но буду надеяться. Предварительно тоже эту кисть скошенную я намочила фиксатором для макияжа. Ну да, практически ничего не видно. Уж точно совершенно не выглядит как черный цвет. Теперь тем же цветом я буду пробовать сделать себе также брови, потому что брови этого Эльзы тоже достаточно выражены. Хотя бы предпримем попытку нарисовать этими тенями брови. Вдруг ребенок захочет нарисовать себе профессиональные брови, и нужно понять, сможет он это сделать или нет. Ну, он сможет сделать себе рыжие брови, при условии того, что у него есть фиксатор, и желание сделать себе из своих бровей рыжие. Блин, ну и кислота, лол, это вообще что за жесть? Лютая жесть. Однако, почему-то на бровях пигмент в принципе очень даже оказался неплох. Правда, совершенно не уверена, что это прямо именно то, что нужно. Хотя, если мы делаем на Анну, то может быть на Анну-то и получится. Но Калильз это никакого отношения не имеет совершенно просто. Извини, Эльза, мне очень жаль, что пришлось на тобой так изголиться во второй раз. Зато теперь я знаю, как я бы выглядела с рыжими волосами на бровях. С розовым цветом волос. Открываю вторую снежинку. Здесь у нас уже находится помада и тоже румяна. Цвета здесь уже более персиковые, немного более приглушенные. Надеюсь, румяна вот в этой вот палетке окажутся не очень плохими. Видите, как элегантно я говорю, не очень плохими. Кстати, пользуясь случаем, я пользуюсь внезапно косметикой от Диснея и использую кисть от Рапунцель, купленную в Диснейленде. И у меня, кстати, было видео с обзором на вообще косметику, которая продается именно в самом Диснейленде. Так что лучше бы вам это видео посмотреть, потому что оно реально внезапно очень крутое. А я пока наношу прям очень активно эти розовые румяшки. И они вроде как пылят так, что у меня вся рука в пыли. Но цвет есть. Да, у нас просто Эльза, которая вообще не может цвета. У нее проблемы. Let it go, let it go. Та-та-та-та-та-та, let it go. Господи, это не Эльза, это обмороженный, я не знаю, бомжар какой-то. Я в конце надену белый парик, но я не думаю, что от этого я стану выглядеть лучше. То есть, значит, вот та палетка вообще нифига не растушевывалась, а здесь румяна легли реально так, как будто у меня обморожение. Хотя, наверное, и не очень плохо, но, блин, что за лютый румяна? Почему? Why? 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 Просто почему? За что мне это? Отпусти и забудь, я пою, как будто я тупой. Помадка от Ариэль. Я помню, как хорошо нам было с тобой вместе. Но, к сожалению, эта косметика не такая. Вообще не такая. Что ж, нарисовали бомжарскую версию Эльзы, которая, не знаю, валяется с обморожением в сугробе, потому что у нее проблемы с альпивоном. И теперь нужно будет попробовать на эти проблемы с альпивоном нарисовать А веснушки и наклеить те блестяшки. В надежде на то, что это спасет ситуацию, но я думаю, что здесь уже ничего не спасет. Но давайте попробуем. Итак, веснушки мы можем нарисовать единственным каким цветом. Это вот этим вот коричневым. И понадобится нам для этого маленькая тоненькая кисточка какая-нибудь. Тут, оказывается, в комплекте была вот такая вот кисть. Смотрите, прям реальная маленькая тоненькая кисточка. Я ее как раз-таки тоже смочу фиксатором. Пам-пам-пам. И буду использовать эти тени. Так. У Эльзы, конечно, даже в кадрах с веснушками они были не настолько явные. Никогда у нее не настолько явные они не были. Но у нас Эльза будет вообще такая другая, иная Эльза из России. Суровой зимней России. Тут, вам понимаете, не снеговики и олени, а российская отечественная суровость. Поэтому веснушки должны быть суровыми. Господи, просто это, наверное, лучший макияж, который я когда-либо делала на моем канале. И теперь возьмем эти блестяшки. И будем портить ситуацию ими. А вот смысл блестяшки, если они не клеятся. Ребят, вы угораете, что ли? Не, я-то сейчас возьму пафосный какой-нибудь клей для ресниц. Но откуда у ребенка клей для ресниц? Поэтому я буду клеить их на клей для ресниц. Я ее уронила. Ну реально, как косметика за такие деньги может быть настолько некачественной, что, правда, эти блестяшки, они даже не клеятся. И вот ты реально сидишь, как дурак, используешь клей для ресниц, блин. Кстати, внезапно, но эти наклейки как-то спасают даже ситуацию. Может быть, не настолько люто зашкварено и будет по итогу. Я думаю, достаточно оставлю две эти прекрасные блестяшки, чтобы просто оставить себе как напоминание о днях минувшей славы. И давайте приступим дальше. Теперь самая интересная часть – это помада. Знаете, почему она самая интересная? Потому что в комплекте шло, во-первых, две вот такие вот помады отдельные. Давайте даже сделаем пафосный сводч. Правда, ни один и ни другой цвет совершенно не похож на Эльзу. Но внезапно, вот, хотела реально сейчас проехаться по помаде, но посмотрите, у нее даже есть цвет, и он полностью соответствует тому, что находится внутри. А теперь второй оттенок. И второй оттенок тоже внезапно, да, очень даже яркий, на удивление. Посмотрите поближе. При этом на этой помадке нарисована Эльза. Но согласитесь, это совсем не похоже на Эльзу. Просто вообще. Благо у нас есть вот эта вот палетка, где есть цвет, который, ну, как-то с натяжкой, можно назвать Эльзиным. А именно вот этот вот. И сейчас я буду пробовать просто накрасить им себе губы. Ага, он совершенно бесцветный, да? Да, он совершенно бесцветный. Этим мы губы не накрасим. Тогда возможно сделать такую хитрость. Я сначала нанесу вот эти румяна. Прям себе на губы. И получится какой-то цвет даже около Эльзи. А если мы еще бахнем немного вот этого вот голубого, прям самую малость, можно даже получить нужный нам оттенок. Да, вот такой вот миксологией получается даже цвет, который плюс-минус соответствует цвету помады Эльзы. И наверх я предлагаю как раз-таки заполировать все это вот этой вот помадкой. Посмотреть, конечно, результат. Ой, какая неприятная помада. Боже, ну вы же это для детей делаете, ребят. Ну вы что, издеваетесь? Фу, если этой помадой ребенок накрасит себе просто губы, он потом никогда в жизни не захочется красить нормальной косметикой. Че за это твой? Короче, подождите, друзья. Сейчас я надену кольцо Всевластия. Вот это вот кольцо. Ору от того, что сюда оно мне прям не налезает. А здесь оно мне мало. То есть вот, пожалуйста. Это на какую лапу ребенка вообще рассчитано? То есть, ну типа, понимаете, да? Ладно. Вооружившись кольцом Всезластия, Считаем, что сила всех бури, всех зим находятся здесь. Я официально заявляю, что эта косметика явно не стоит, блин, таких денег. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок хорошо красился, если вы ребенок, который хочет хорошо краситься, купите себе палетку какую-нибудь другую, но точно не надо покупать вот это. Это можно купить только ради чемодана, но почему-то мне кажется, что на Алиэкспрессе можно купить ровно такой же чемодан, куда меньше, чем за 6 тысяч с лишним рублей, почти за семерку. Ну и макияж у меня получился какой-то такой. Не знаю, что общего он имеет с макияжем Эльзы, но это единственное, что я могла с этим сделать. Поэтому смотрите видео, где я попыталась сделать переплачение в Эльзу гораздо более серьезным. И всем пока-пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok